Это только кажется, что главные на поле боя солдаты, имеющие в руках оружие. Здесь важны все звенья. Согласитесь, если военные действия проходят в глухой тайге или посреди калмыцких степей, то как обойтись без грамотных специалистов материально-технического обеспечения по службе ГСМ и ракетного топлива? Поэтому во время одного из этапов всеармейского конкурса 2017 выявляли лучших в этой профессии. Личный состав, который прибыл на данный конкурс, он отбирался в округах. Сюда прибыли наиболее подготовленные личные составы как контрактной службы, так и срочной службы. Личный состав выполняет и издает нормативы на автомобильных средствах заправки и транспортирования горючего, которые мы ставим, закупаем войска, современные образцы. Также на площадках представлен образец топливозаправщика, который способен одновременно производить заправку техники до 10 единиц. Восемь команд из военных округов и родов войск Вооруженных сил страны на скорость собирали топливные трубопроводы, проводили на время развертывания топливнозаправочных станций. Но здесь важно было не только выполнить задания первыми, но и сделать это без штрафных баллов. Мы не можем, конечно, оценить и охватить все виды деятельности службы, но самые такие наиболее распространенные здесь представленные. Прежде всего будет произведено развертывание топливозаправщиков на время. Второе – развертывание мотонасосных установок для перекачки больших объемов горючего. Третье – сборка передвижной насосной станции полевого магистрального трубопровода. Четвертое – это сама сборка командами ручного монтажа полевого магистрального трубопровода. Деятельность специалистов службы горючего – это своевременная, бесперебойная и полная заправка всех видов техники. Практически от космических аппаратов до наземных машин. Сегодняшний этап самый главный, потому что он показывает уровень практических навыков и профессионального мастерства специалисту службы горючего. От слаженных действий ребят, которые выполняли задания, зависел общий результат каждой команды. Готовились мы после отборочных третьего этапа, ну где-то в месяц. Готовился на КАМАЗ 53-50, это автотопливозаправщик. Ну, тренировки были. Сначала тяжело, потом полегче стало. Время. Я доволен своим результатами. Этот этап конкурса проводился на полигоне Вольского военного института материального обеспечения. И специально для этого здесь развернули полевой склад горючего на базе эластичных резервуаров. Его особенность в том, что здесь, как видите, небольшие резервуары металлические, а резервуары эластичные, вместимостью по 25 или 50 метров кубических. То есть можно потом скрутить его? Да, абсолютно правильно. Один грузовой автомобиль может брать до 10 таких резервуаров. То есть можно привезти его куда-то там в лес, да? Поэтому и называется полевой. У него есть объязан, видите, объязан трубопроводы, резино-тканевые рукава. Дальше, видите, насосная установка, контейнер 20 тонн и то же самое подняли, погрузили. Дизельная электростанция, от которой работают электронасосные агрегаты, которые обеспечивают внутрискладские перекачки. Таким образом, где необходимо, разворачивается этот склад, принимается горючее, подходят топливозаправщики, оно выдается, и топливозаправщики везут уже непосредственно для обеспечения войск. Очень оперативно, в течение 10-12 часов развернулись, вернули и уехали. Работоспособность эластичных резервуаров минус 50, плюс 50. Таким образом, даже в условиях суровой местности России, они практически круглогодично пригодны к использованию. Еще один из этапов всеармейских игр – состязание специалистов радиационной химической защиты, в которых приняли участие 13 лучших команд из военных округов Северного и Черноморского флотов и другие. Соревнования предусматривали выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Военнослужащие выполняли экстремальное вождение боевых машин, стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, проводили поиск источников ионизирующего излучения, отбор проб, выполняли обработку зараженных участков местности, ставили аэрозольные завесы. Победителями этого конкурса стала команда отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты, которая выступала в качестве хозяев соревнований. Второе и третье место заняли командой Центрального военного округа и Росгвардии. Лучшая команда получила право представлять Россию на одноимённом конкурсе в рамках Армейских международных игр 2017, который в этом году впервые пройдёт за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике.